С 15 по 18 мая впервые в России прошла третья международная конференция семейного образования. Сегодня все больше российских семей выбирают семейное образование, так как это приводит к хорошим академическим результатам, позитивной социализации и, главное, передаче традиционных нравственных ценностей следующему поколению. Священное Писание очень много говорит о семье, определяя в том числе, что человек, который не заботится о своих, о домашних супругах, детях, родителях, он хуже неверующего, он как человек, который от веры отрекся. Не случайно и то, что Бог называет себя нашим отцом, а нас его чадами, сыновьями, дочерьми, а не просто сотрудниками некой корпорации под названием церковь или под названием небо. Семья — это очень важно. И, отвечая перед Богом на том великом суде, мы дадим отчет прежде за наших детей, как мы их научили, вырастили, а не за те грандиозные, может быть, очень хорошие и важные проекты, которые мы смогли совершить в своей жизни. В связи с этим крайне важно семейное образование. В какой бы реально организационной форме этого не было, очень важна роль детей. Сегодня говорят, что по статистике, особенно в крупных городах, влияние родителей гораздо меньше, чем влияние друзей, меньше, чем влияние телевизора и интернета, игр и учителей в школах. И вот этот момент, конечно же, должен быть изменен. Не случайно участие священнослужителей Российского объединенного союза христиан веры евангельской в этой большой международной конференции по семейному образованию. Мы должны отстаивать это в сфере законодательной. Мы должны отстаивать эту возможность как одной из эффективных форм, эффективных, но требующих от нас большого участия. Давайте будем молиться об этом. Давайте будем заботиться о наших детях, семьях, потомках. Давайте будем служить им, чтобы они, однажды повзрослев, обратились ко Христу, вступили с Ним в завет, стали служителями Христовыми. Участники конференции вместе с международными и российскими экспертами, опытными родителями рассмотрели различные аспекты семейного образования, такие как зарубежные и отечественные методики семейного образования, различные техники организации семейного образования, способы взаимоотношений участников процесса семейного образования, в том числе семейного духовно-нравственного воспитания детей. Информационное бюро «Спектр», Москва.